Здравствуйте! Время их сегодня для Сергея Юрьевича Самойлова, начальника главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, телезрители! Для начала не могу не спросить о государственных программах, которые были реализованы в 2018 году, но имеется в виду, конечно, экологические программы. Да, в рамках реализации федеральных наших проектов «Чистая страна» у нас есть национальный проект «Экология», и в этот национальный проект у нас попалось ли такие мероприятия, как рекультивация свалок, накопленного ущерба и такие места размещения, инстанционированные места размещения отходов, как СТ КамАЗ, Юхарин-Балка, Микензевы горы, которые подлежат рекультивации. А что такое рекультивация? Рекультивация – это возмещение того накопленного ущерба, которое было оказано в рамках хозяйственной деятельности того или иного субъекта. То есть восстановление максимально природных ресурсов. То есть первый этап – это проект, разработка проектов. И второй этап – это в рамках этого проекта устранение того накопленного ущерба, возможно, с лесовосстановлением или с восстановлением почвенного покрова. То есть максимальный ущерб вы минимализируете? Да, стараемся минимизировать, так скажем. Ну и также в рамках реализации государственной программы охраны окружающей среды Северо-преднадзором в 2018 году были выполнены ряд таких мероприятий, как мониторинг водных объектов, также мониторинг дна берегов водных объектов и по составу морфологическим признакам. Также были выполнены мониторинг объектов животного мира, которые у нас находятся в нашем субъекте и попали в красную книгу по результатам таких мониторингов. Выполнены работы по инвентаризации скважин неучченных, которые у нас находятся в Севастополе с дальнейшим принятием управленческих решений по этим скважинам. Также были произведены геологические обследования и оценка технического характера это бесхозных и несанкционированных скважин на этой территории. Также в рамках переданных полномочий выполнялись работы также в рамке этой программы. Это расчистка русел рек, были выполнены работы по расчистке русел рек Кача, Бельбек, Айтодорка. И соответственно были подготовлены проекты на выполнение этих же задач по расчистке русел рек на 2019 год. Хорошо, но вот вы сказали, что проводился мониторинг и водных ресурсов, и животного мира. А что включает в себя мониторинг, что он предусматривает, вот государственный экологический мониторинг? Какие мероприятия проводятся и какие меры вы потом можете принять? Мониторинг водных объектов, это конечно мы на тех постах, точках по гидрохимическому составу. У нас есть 56 таких не постов, а точек, где отбираются посезонно пробы воды и определяется уровень загрязнения вот этих водных объектов. Вы просто уровень проверяете или динамику, допустим, если сезонно, то по сравнению с прошлой весной или с прошлой лет? Нет, конечно, конечно, мы проверяем и уровень загрязнения и динамику, так как я сказал, это по сезону. У нас работы проводятся летом, весной, осенью и, соответственно, зимой, вот последней. И так как эта работа у нас уже выполняется на постоянной основе, мы уже такой мониторинг проводим третий год, можно уже с долей достоверности сказать, что у нас в наших реках черная, бельбек, кача, вода характеризуется как условно чистая и условно загрязненная. Но это характеризуется той хозяйственной деятельностью, допустим, ведение сельского хозяйства, а также нахождение субъектов хозяйственной деятельности, которые канализованы и не канализованы, и сбрасывают водные объекты. Хорошо, но вот результаты этих государственных экологических мониторингов, это же наверняка проводятся по всем регионам России. Если сравнивать хотя бы с ближайшими соседями, у нас экологическая ситуация выглядит более оптимистично или все-таки требует большего внимания? Конечно, у нас ситуация, как вы правильно сказали, экологически наилучшая, потому что у нас нет такого активного промышленного производства в нашем субъекте. Ну и то сельское хозяйство, которое ведется... Это мы сейчас только о водных ресурсах говорим, правильно? Да, о водных ресурсах говорим. И то сельское хозяйство, которое у нас ведется, оно не является таким сильным загрязнителем. Вот так. Но нам также переданы полномочия по применению агрохимикадов, пестицидов в водоохранной зоне. Если такие прецеденты встречаются, соответственно, мы выезжаем, проводим надзорные мероприятия. Хорошо. Но если продолжить тему водных ресурсов, да, вы сказали, что в прошлом году проводились российская рек Бельбек, Кача. Они проводились в каких-то определенных местах, особо загрязненных, да, что включали в себя эти мероприятия. И вообще, как это все происходит и будут ли в 2019 году продолжены эти работы? Ну, как вы правильно заметили, в предшествии вот этих работ, это является обследованием вот этих рек. Ну, специалисты Севпреднадзора привлекают муниципальное образование. В рамках рейдовых мероприятий они обходят наши реки, обследуют, описывают ситуацию. Представители муниципалитета входят, да? Да, совместно с нами, потому что они совместные составляем акт о выявлении вот этих заторов. Соответственно, привлекаем специалистов Департамента общественной безопасности, МЧС, и вот по тем составленным актам и по материалам обследования принимаются вот такие управленческие решения, которые в дальнейшем служат для инициации, так как у нас реки все федеральные, предфедеральным органом Росводресурсов, обосновываемся, закладываем денежные средства, они по протяженности рассчитывают, по количеству тех людей, которые проживают в тех районах, выделяются денежные средства. И, соответственно, мы защищаем проекты на определенные этапы там расчистки. Вот, допустим, в прошлом году у нас была расчистлена кача в двух участках. Эта общая протяженность составила 4,3 километра. На 2019 год мы запланировали уже физические работы. Проект мы уже защитили в 2018 году, вот уже сделали оставшуюся часть речки Кача, расчистка. Ну и, соответственно, и другие тоже речки в таком контексте мы будем расчищать. А более мелкие тоже внимание будет? Да, Айтодорка у нас по опыту 2018 года мы расчистили, даже в 2017 году расчистили Айтодорку 1 километр. Она тоже такая речка небольшая, можно перепрыгнуть в некоторых местах. Где ручей, где река. Да, поэтому в этом году тоже у нас Айтодорка и Балаклавка заложено. И также еще и речка Черная, которую мы будем, соответственно, расчищать. Ну, не всю, конечно, протяженность, а те на самые... Ну, какие-то участки заиленные, засоренные, которые требуют проектных решений. Хорошо, а как показывает практика, если расчищать вот именно наиболее засоренные, да, участки реки, в принципе, это спасает всю ситуацию, да? Не обязательно прям на всем продержении, допустим, двух-трех километров. Конечно, ситуация, она улучшается, потому что улучшается прохождение воды, а у нас... А проточная вода, она конечно. Да, как раз период февраль-март-апрель с ходом снежного покрова увеличивается поступление воды, сгор, осадки. Поэтому вот в таких управленческих решениях принимается решение про расчистку Руссего река. А в какой сезон обычно это происходит? Сама расчистка. Вы планируете как-то по календарю? Да, мы планируем, потому что, ну, все это у нас взаимосвязано из тех денег, которые нам выделяют, и эти деньги в рамках 44-го федерального закона, они реализуются. То есть план-график размещаем, и, как правило, это плановая работа, которая требует проектных решений, потому что там присутствует, привлекается техника, надо удалять намывы, заилования, где-то надо террасветить берега, удаление растительных остатков, бревна. А в рамках санитарной очистки, это, конечно, проводятся эти работы круглогодично, и муниципальным образованием, и в рамках каких-то правоохранных акций. Ну, в принципе, мониторинги, ведь это тоже плановые у вас мероприятия, это не форс-мажор, да? Конечно, как органы исполнительной власти мы должны проводить мониторинг как водных ресурсов. Ну, мы остановились как-то бы на водных, да, но ведь не только мониторингом водных ресурсов занимается ваше управление. Конечно, вот у нас в рамках переданных полномочий от федерального органа Роспроднадзора, и не только переданных полномочий, как органы исполнительной власти, мы должны проводить мониторинг объектов животного и растительного мира. И вот по результатам 2017-2016 года у нас был проведен ряд мониторинга животного мира. Это те насекомые и животные, которые у нас находятся, проживают... И насекомых вы тоже охраняете, защищаете? Да, 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 которые находятся у нас как ореол обитания в городе Севастополе. Ну, хотел отметить такие земноводные, пресмыкающиеся, которые у нас находятся в Севастополе. Это тритон Карелина, квакша восточная, черепаха болотная, геккон среднеземорский. И в рамках вот этих мониторингов мы выявляем места их обитания, численность, и по результатам принимаем решения. И вот и вышеперечисленные, которые я сказал, вот эти насекомые, они включены у нас в Красную книгу города Севастополя. Потому что ореол обитания и места их нахождения очень минимален. Ну, в основном они у нас находятся, это в наших заказниках, особо охраняемых природных территориях. Это заказник Байдарский, мыс Ая. Также есть на Сарыче, природно-авоквальном комплексе. Ну, если честно, первый раз слышу, что у нас в Севастополе живут такие, обитают такие питомцы, скажем так. Ну, я хочу сказать так, что кому интересно, вот телезрителям, они могут зайти на сайт Севприроднадзора и ознакомиться с нашей красной книгой города федерального назначения Севастополь. И там все объекты растительно-животного мира, а также грибов, которые у нас занесены в Красную книгу, она в электронной версии размещена. Много можно очень интересного узнать. Кстати, о Красной книге 2018 год, наверное, этим тоже был интересен в деятельности вашего управления. Да, это было... Я считаю, что это было знаковое событие для города Севастополя, а также для того научного сообщества, которое было привлечено к написанию очерков и подготовке вообще к изданию Красной книги. И эта Красная книга, ну, тот плод работы 2016-18 годов, вот она нашла вот в свод и попала вот в эту Красную книгу. Хорошо, ну вот если можно, в двух словах, сколько там примерно статей и сколько всего туда вошло? В Красной книге написано, по-моему, 384 очерка, попало 176 по объектам животного мира, 130, по-моему, по объектам растительного мира. И 19 видов грибов, которые у нас находятся. А насколько официальны вот эти данные в том плане, что наказание несет ли человек, который, ну, по неосторожности или со злым умыслом, допустим, сорвал краснокнижное растение или, ну, повредил живот? Да, у нас есть в городе Севастополе закон города Севастополя 130-й в административных правонарушениях. И там предусмотрена статья за незаконную добычу растительных объектов растительного животного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя. И, соответственно, там предусмотрены штрафные санкции в денежном эквиваленте. От двух тысяч до пяти тысяч, как на юридических лицах, так и на индивидуальных предпринимателей. Но я хочу еще сказать, что мы не должны забывать о том нанесенном ущербе. Что невозможно измерить деньгами. Да, да, да. Что невозможно измерить деньгами. Хотя и ущерб тоже он рассчитывается. И ущерб, допустим, для сосны Крымской нашей, которая попадает в Красную книгу города Севастополя, незаконная добыча, уничтожение для прекращения роста на одну сосну 75 тысяч составляет ущерб. Но ведь существует и порядок добычи краснокнижных растений, если об этом поговорить. Ну, правильно, как вы заметили, есть административный регламент, который утвержден приказом Министерства природных ресурсов, который определен, совершенно верно заметили, законный порядок добычи объектов растительного и животного мира. О чем это вообще идет речь? Ну, это о чем говорит речь? Ну, вот смотрите, так как наш город федерального значения Севастополя очень интенсивно развивается в рамках реализации федерально-целевых программ, идут там строительства, понятно, идет подготовка, утверждение, планировки проекта территории, имежевания территории. И вот если вот такой объект невозможно расположить на той или иной местности без нанесения какого-то определенного ущерба, то определен, допустим, по краснокнижным нашим растениям, определен порядок, который дает право на законных основаниях подготовить комбинационные мероприятия, получить разрешение то ли у федерального органа, это у Росполетнадзора, на те объекты растительного и животного мира, которые выдают, но занесены в Красную книгу Российской Федерации, и также определен порядок, которые занесены в Красную книгу города Севастополя. Это уже Севприроднадзор является тем органом. Обращаются, подготавливают комплект обосновывающих документов, и наиважным моментом для принятия решения, которое сопутствует выдаче разрешения, являются комбинационные мероприятия. То есть что человек готов сделать, чтобы восполнить ущерб, который нанесет? Как правило, мы требуем это заключение договора с той или иной организацией, которая в течение трех или пяти лет обязуется, берет на себя ответственность, двукратно высадить такое же растение, шлять за ним ход, мониторинг, полив, чтобы это растение на начальных этапах не погибло. А уже в течение пяти или трех лет оно взошло. Ну и человек несет за это ответственность, да? Если это растение погибнет, он обязан еще раз высадить. Это все-таки дело совести. Ну это как бы дело совести и того органа, который выдал то разрешение. Потому что они должны проконтролировать. Хорошо. Одним из направлений деятельности вашего управления является экологическое просвещение. И в принципе то, чем мы занимаемся последние 15-20 минут, наверное, все-таки это оно и есть. То есть мы доносим информацию важную, которую, возможно, человек в повседневной жизни не полезет в интернет искать, а так услышит и, возможно, заинтересуется. Как вы правильно заметили, экологическое просвещение. Ну я считаю так, что профилактика на предотвращение... Особенно что касается экологии, правильно? Ведь есть вещи, которые невозможно восстановить и которые последствия невозвратны. То есть в природе погибает очень много. И если мы сейчас расскажем и, возможно, кого-то остановим, эта польза будет гораздо больше. Предотвращим, так скажем, природоохранное преступление. И вот эту профилактику в рамках экологического просвещения, можно ее как хочешь назвать, но Севпреднадзор, мы как бы планово проводим. И она выстроена у нас в такую концепцию. Это природоохранные акции, которые мы проводим с учебными заведениями, с учащимися, с волонтерами. Также привлекаем интенсивное казачество. Это расчистка берегов наших водных объектов. Также сбор, ну, всякие субботники на особо охраняемых природных территориях, очистки территорий. Также в рамках, вот сейчас у нас 1 апреля будет пожароопасный период на территории города Севастополя будет объявляться. Мы хотим провести акцию на предотвращение профилактики обращения с огнем в лесах. И вот эти рисунки, которые... Такой конкурс рисунков, да? Да, конкурс рисунков. И такой конкурс рисунков, который мы наилучший выберем уже комиссионно, который дети нам направят, рассмотрим. И на основании вот этого рисунка мы какую-то сделаем формализированную какую-то памятку, бюллетень о мерах обращения с огнем в лесах. Что, ну, костры на открытой площадке, а тем более в лесах запрещено проводить. Вот у нас следующая акция будет 16 февраля. Мы проводим ее на северной стороне, по-моему, на площади Захарова, с организацией агентства «Ртутная безопасность», которая будет собирать от населения, ну, опасные отходы. Ну, не только опасные отходы, а стекло, макулатуру, там, бумагу и другие виды отходов. Они только на северной собирают? На северной стороне нет. Или у нас здесь есть постоянные? Нет, они проводят ежеквартальную такую акцию на территории города Севастополя. Вот летом она проводилась в Арбухте, в Аргангизоле. То есть лицензированная организация, которая имеет разрешение на сбор, обращение и переработку опасных отходов, не только опасных отходов, вообще отходов. Она проводит такую акцию для населения. То есть люди могут на безвозмездной основе, у нас же есть еще и проблема люминесцентной лампы, а также дневного освещения, их установлен определенный порядок утилизации, А у нас собираются в городе, у нас есть какие-то... Конечно, управляющие компании должны заниматься сбором, собирают, должны заниматься сбором вот этих содержащих ламп и направленно потом сдавать лицензированным организациям. И в рамках вот этой акции 16 февраля на северной стороне они проведут и соберут от населения вот эти отходы, которые есть у населения, желание сдать. Хорошо, вот всегда было интересно узнать, кто самые активные участники ваших акций. Это школьники, казачество, это взрослые ответственные люди, которые идут и участвуют в акции тем, что сдают какие-то небезопасные... Ну, самые активные участники наших акций, это, конечно, школьники, потому что... Или их родители. Ну... По неволе. Ну, не скажу как родители, но школьники, потому что в молодом возрасте вот как раз формируется то экологическое мышление, так скажем, в правильной форме. А вот вы когда были маленьким, когда учились в школе, вы участвовали в подобных акциях? Конечно. Это была общая обязательная практика? Конечно. И вот такие акции по сбору макулатуры, а также металлолома, они постоянно проводились. И я хочу сказать, что там даже были соревнования между классами. Сейчас есть, я вам больше скажу. Кто больше сдаст макулатуры. Ну и, соответственно, по металлолому. И, конечно, это как вторсырье, оно использовалось в дальнейшей переработке. И, как говорится, когда собираешь макулатуру, которая не задействована, там старые художественные книги, которые уже где-то не задействованы, мы сохраняем тем самым лес, который, возможно, в перспективе будет вырубаться, чтобы потом не делать бумагу. И вот это все школьникам мы разъясняем. А в конкурсах рисунков участвовали? Вот я просто интересно, вы сами рисовали или родители? Нет. Я вот честно скажу, вот в конкурсных рисунках не участвовал, потому что, наверное, не предрасположен к этому. Но, тем не менее, сейчас вы инициируете подобные акции. Ну, я очень сомневаюсь, что есть дети, которые действительно самостоятельно рисуют. Все-таки это помощь родителей, и это разговор об экологии. Одно дело, когда рассказали вы, другое дело, когда рассказали учитель. И третье, когда ребенок вместе с мамой или вместе с папой делают какое-то общее дело, у них какое-то маленькое чудо, у них какой-то общий результат, и они говорят о чем-то важном. Они говорят о том, как опасно играть с огнем. Они говорят о том, как важно беречь природу. И, наверное, вот именно такие моменты они зароняют зерно в сердце ребенка, который потом прорастает, и который не посмеет не бросить бумажку, не сорвать цветок. Если вы правильно говорите, ну, это простое правило, этикет, воспитание. То есть, как бы, да, понятно, и на рисунки посмотрели, и вроде бы как, ну, увидели красивые рисунки, но ведь на самом деле проделана огромная работа, да, и вы просто дали этот толчок и позволили родителям вспомнить, что с ребенком можно поговорить не только о школе, но и о чем-то действительно важном. Я согласен. И у нас вот акцию мы провалили в 2018 году по рисункам на экологическую тематику, и вот эти рисунки у нас легли в основу, когда мы привлекаем к участию акций вот школьников, там, волонтеров, там, даже казаков, мы как бы их вознаграждаем для участия. То есть, то ли это кружка с логотипом, там, экологические направленности, там, сохрани лес, лес, то ли это ручка, то ли это какие-то футболки, были ли у нас дождевики, мы даже делали, мешки специальные такие для обуви. Ну, то есть, вещи нужные, и они всегда приятные. Да, да, с экологической тематикой, то есть, и все народы, ну, как бы сказать, и участвующие довольны, они видят, как бы, результат, что их дело, оно поощряется. Хорошо, давайте от просвещения все-таки вернемся к суровым будням, и если говорить о первоочередных задачах, которые стоят перед вашим управлением, вот в данный момент, на что наибольшие усилия направлены? Ну, книга написана, уже издана, все охраняется, да? Теперь вот есть какой-то масштабный такой момент, на который все усилия брошены? Конечно, наша стратегия развития, так скажем, экологическая, заложена нашу программу «Экология охраны окружающей среды» на 2017-2022 годы. И вот эти мероприятия на сохранность и реабилитацию водных объектов, на лесопользование, лесовосстановление, а также на недропользование, эффективное управление недром. И вот эти все мероприятия, они заложены в нашу программу. Соответственно, у нас очень актуальный вопрос экзогенных процессов. Что такое экзогенные процессы? это оползневые опасные участки. Мы тоже проводим мониторинг. У нас сейчас оползнево-опасная ситуация. У нас сейчас оползнево-опасные участки, да. У нас побережье, 158 километров от мыса Сарача до мыса Лкул. Там оползнево-опасные участки. Хорошо, а мероприятия какие-то проводятся для укрепления? Или тут ничего невозможно сделать? Нет, мероприятия, конечно, они... Или они по факту все-таки уже? Проводятся, но тут надо разбираться в той антропогенной нагрузке, которая создает вот эти условия. Потому что есть природные условия, как бы вот морское образие... А есть ступала нога человека. А есть, где как бы антропогенная нагрузка, это садовые товарищества. Вот, допустим, пример приведу. Парус, лесовод на северной стороне, где в рамках хозяйственной деятельности строительства домов, гостиниц, отсутствие канализования, которые нанесли вот такой... даже ускорили те процессы природные, которые разрушают побережье. Вот так. И там, конечно, комплекс мероприятий в рамках берега защиты. Понимаете, ну, так как берег высокий, и целесообразность проведения таких мероприятий очень будет дорого для государства в целом. Поэтому там надо применять такие меры, это как канализование вот таких объектов, заниматься вопросами водоотведения. Ну, то есть системно подойти к этому, да, а не последствия уже? Да, да. Что мы сейчас, как бы, сказать, и вырабатываем политику в этом направлении с Департаментом общественной безопасности в рамках реализации тех поставленных задач комиссий по чрезвычайной ситуации. Ну, я думаю, что именно на этом мы акцентируем свое внимание в нашу следующую встречу. А на сегодня время ИКС для вас завершено. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. А я напоминаю, что гостем программы был Сергей Юрьевич Самойлов, начальник главного управления природных ресурсов и экологии города Севастополя. Вы смотрели программу «Время ИКС», в студии для вас работала Светлана Скребец. До встречи в эфирах на телеканале ИКС-24. Субтитры подогнали Симон.